Вы открываете или нет? Здесь сотрудники полиции и службы судебных приставов. Есть судебное определение о запрете строительных работ на этом объекте. Запрет есть, но несмотря ни на что, жилой дом на Волжской, 32, продолжает расти. После окончания строительства трех разрешенных застройщик взялся и за четвертый этаж. Администрация города Сочи обратилась с исковым заявлением в суд о сносе указанного объекта самовольного строительства. И определением от 19 декабря 2016 года были наложены обеспечительные меры. В том числе запрет на осуществление строительных работ, подключение к энергоснабжающим организациям любым. И наложен также арест на сам участок и на само самовольное строение. Судебные приставы, полицейские, специалисты муниципального земельного контроля осматривают стройку. С такой же инспекцией они были здесь на прошлой неделе. На объекте было обнаружено более полусотни рабочих из Средней Азии. Уже тогда комиссия усомнилась в законности их пребывания на территории страны. Было вывезено порядка 55 рабочих, которые считают свой труд нелегально на территории города Сочи. На сегодняшний момент вывозится кран с данной строительной площадки. Но сегодня по-прежнему остаются сомнения, что дом пустует. Тому свидетельство – большое количество развешанных вещей, обуви, включенные обогреватели. Явные следы чьей-то жизни. Самострой на Волжской взят под контроль судебными приставами. Они круглосуточно будут следить за тем, чтобы строительство не возобновлялось. Между тем, по сведениям интернет-сайтов, здесь должен появиться 12-этажный жилой дом ЖК «Майами». Администрация просит сочинцев и гостей города быть предельно внимательными при покупке недвижимости в Сочи. Список самостроев можно найти на сайте мэрии. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.